Часть вторая предыдущего видео от чистоты кишечника зависит работа нашего мозга. Так как я сказала в первом видео, каждый отдел кишечника, каждый сантиметр связан с тем или иным органом. И если у нас грязь, а если вы никогда не чистили кишечник, то у вас грязь, которая уже прилипла к стенкам, и она ее просто так не отодрать одной-двумя клизмами. Это нужно капитальные чистки делать, глобальное очищение. И за 20-30 лет очищаться, представьте, сколько вам придется, а вы хотите попить куркуму с семенами льна и уже посчитали, что вы очистились. Вот если бы вы с детства делали очищение, тогда вопрос бы в этом не стоял. Но нет, нет, господа, придется очищаться головально. Но сейчас я вам зачитаю грязное тело и мысли из моего телеграм-канала, который вы можете попасть на мою оздоровительную программу, которая называется Витокатарсис. То есть я даю все знания и помогаю советами. Далее. Гипоталамус, обладающий управленческими функциями, очень чувствительным к состоянию каждого органа. Если в какой-то части тела начинается брожение и гниение, функция гипоталамуса насторожить тот орган, на который могут повлиять эти процессы. Одновременно лимфатическая система получает приказ попытаться защитить их. Не случайно самый центр поперечно-ободочной кишки связан с гипоталамусом. Именно в этой точке толстого кишечника прекращается поглощение жидкости питательных элементов, а прохождение шлаков и каловых масс в прямую кишку продолжается. Их накопление в теле оказывает и непосредственное влияние на настроение и характер. Процессы гниения воздействуют и на сознание. Грубая речь и вульгарное поведение несовместимы с телом, которое чисто как внутри, так и снаружи. Принимаю во внимание тот факт, что нервы, исходящие из гипоталамуса, пронизывают все части головного мозга, и чем чище тело, тем больше космической энергии доступна ему. Не приходится сомневаться в том, что стоит заботиться о чистоте тела и постоянно содержать толстый кишечник в чистоте и здоровом состоянии. И толстые, и тонкие все отделы кишечника, и весь организм. Все, все нужно чистить постоянно, регулярно. Сейчас я понимаю, если, допустим, эта книга была написана давненько, но сейчас на нас активно сбрасывают с неба. А химические вредные вещества, те же грибки, отравили продукты, отравили воду, отравили экологию, земля страдает. И теперь вы видите, откуда, почему так много войн, так много страданий, люди зашлакованы. Представляете, если всех почистить от паразитов. Какой мир на земле царится? Вы только представьте себе на секундочку эту утопию. Или это утопия. Ну, приходи в мой телеграм-канал, и мы вместе будем с тобой создавать такое благостное сообщество. Во славу Божию! Во славу Божию! В Его радость! Аминь.